Завод этот сейчас будет приватизироваться И по-моему есть попытка максимально все урвать Перед тем, как когда-либо в течение следующих года-два Я не знаю, когда они наконец на это выйдут Они будут его приватизировать И при этом, когда заключаются такие контракты Когда подаются иски с разных ведомств Цена завода резко падает, конечно И государство получит еще меньше денег от приватизации Вот с такой аферой мы имеем дело Поэтому я попросил вас сюда приехать Чтобы просто рассказать, с чем нам приходится сталкиваться Как по кругу, по Ильичевскому порту Так и сейчас Как бы они не блокировали суды Мы этот контракт обязательно достанем Обязательно его опубликуем Граждане Украины должны знать Как их грабят среди бела дня И как грабят люди, связанные с самыми высокими эшелонами в стране Вот то, что я хотел вам сказать Какие у вас есть вопросы? Известна ли фирма, которая... Да, фирма это... Еще спасибо за этот вопрос Некая австрийская прокладка Это не фирма даже Это называются они прокладки Так господин Мартыненко готов Привык работать с Атомашем С Энергатом, извините И с другими компаниями, с которыми они работают Это классическая аферистическая фирма Которая... Которая там 10% принадлежит какому-то Тольщвейцарству, а 90% принадлежит неизвестным лицам У компании сайт появился всего несколько дней тому назад Сразу за два дня до заключения контракта А директор этой австрийской компании 29-летняя юная особа с Полтавы Которая вот вдруг достала оттуда столько газа И вдруг почему-то хочется брать отсюда столько денег Понятно, что за ней стоят конкретные лица Они не скрывают, что это реально подставная фирма Потому что ни одна серьезная компания В этой афере открыто никогда бы не участвовала И, конечно, это обычная махинация Среди первых дня Больше это никак не называется Поэтому я знаю, что здесь очень много хороших специалистов Очень много хороших менеджеров Очень много хороших инженеров И жалко, потому что на самом деле Заводы тоже от этого практически ничего не останется То есть никому ничего не достанется Там есть много махинаций, которые там раскроют Вообще структуру Но цена, она не секретна Цена есть такая, какая есть Поэтому почитали, сколько из этого выйдет Если бы не было долинга Это не моя цена Вчера мы... Я представитель совета по управлению госпредприятием Это общественный совет Вчера мы провели заседание Там у нас присутствовал министр экономики Министр инфраструктуры Министр сельского хозяйства Представитель президента в кабинете министров Глава Держмайна, Белаус И при них всех Министерство экономики вывела эту цифру Это цифра министерства экономики Это не моя цифра При всех этих министрах Все согласились, что прямой ущерб 93 миллиона долларов Это я говорю Это не какая-то партизанская информация А в министерстве Вчера будет 4 часа часа Вот это такая цифра Они тоже Правительство знает, что это прямой ущерб Все знают все Никто ничего не хочет особо остановиться Но мы остановимся Мы доведем здесь порядок Хватит уже Посмотрим в следующие несколько часов решающие Первый судья Как только он взялся за это дело Вспомнили ему сразу Что у него какие-то нарушения Раньше были вызвали Совет юстиции Наложили самую высокую изыскать Понятно, что Не случайно в среднем вспомнили Через несколько часов Как он начал рассматривать ухвалу Он должен был подписаться Ему позволили в срочном прижавке Такие вещи Этот завод не может Такая и зовут Киев могут вызывать только люди У которых есть высочайшее влияние Украинской власти И только они могут быть заинтересованы И они могут иметь механизм И так просто прикрывать Вот эти вещи Поэтому надеемся Что этот второй судья Я не знаю фамилию, правда Но сахвалили Я на контакте Он говорит, что Вот он два дня колеблется Но вот вроде может быть Поэтому я не подождал Когда может быть Или когда может быть Ему запретят это делать И я об этом сделал Публичное заявление Вот и все А вы были здесь На одесском приборном заводе И общались ли вы Со специалистами И с работниками Я общался с специалистами завода На заводе я не был Мои заместители неоднократно были Все наши люди были Я хорошо знаком с проблемами Я общаюсь не только с представителями руководства, я общаюсь с многими специалистами завода, рядовыми. Я хорошо знаю, что я очень горжусь, что это предприятие находится здесь, я очень горжусь, что вообще оно построено в Украине, поэтому мы не должны, во-первых, превращать его в орудие обогащения отдельных штатных лиц из Киева, во-вторых, мы не должны позволить, чтобы его так приватизировали, чтобы не были защитные интересы всех людей, которые здесь живут вокруг, специалистов этого завода, и чтобы, не дай бог, этот завод не то, что не уменьшится, он должен, наоборот, развиться, и в него должны были вложены инвестиции, но для этого нам нужна чистая приватизация, без всех этих махинаций, без всех этих нагружений, без того, что, допустим, сейчас Коломойский подал три дня тому назад суд на завод, и хочет его вообще ограбить и забрать бесплатно. Вот надо так его продать, чтобы он был нагружен всеми обязательствами, для этого он должен быть чистым, они жертвуя вот таких махинаций, в которых сейчас находится. Вот для чего нам нужно, чтобы он уже сейчас не допустить все это. Сейчас просто я приеду в футбольном дождях, я сейчас еду, господи, я привезу новую праздник. Я с удовольствием приеду. Он у нас очень... Когда власти, директор приедет? Нет. Я знаю, когда власть, когда власть, когда власть, когда власть, когда власть, когда власть, когда власть. Продолжение следует...